Привет, друзья! Я сейчас приехал в один из спальных районов Санкт-Петербурга и нахожусь я здесь по причине того, что мне в Инстаграм написал мой подписчик Андрей с криками о помощи. Меня зовут Александр Жучкин и это новая серия моего проекта «Жизнь на прокачку». Всем привет, меня зовут Андрей, я из Воронежа, как бы переехал в Питер первую неделю. Вешу я где-то 210-215, но моя мечта хотела походить до 100-120. Детство у меня проходило в деревне, я как обычные дети игрался с детьми, то есть ничего такого не было. Ну, в основном я как бы с деревней парень вообще. В детстве я поехал в лагерь и в лагере получилось так, что кормили 8 раз в день, ну, отказаться не было повода и, в общем, как-то гормональный сбой, скорее всего, как-то. Получилось так, что начал набирать вес. Каждый год, наверное, по килограмму, по 2, по 3, а бывало и по 5. Сейчас я ем немного, но вес не убавляется. Овощи себе пареные делаю там и когда-то я повар по образованию. Ну, вот насколько реально трудно тебе найти одежду в магазине? Ну, вот именно так. Ну, сколько у тебя тут? То есть это одна кофта у тебя? Одна кофта, двое штанов, две майки и все. То есть у тебя, когда ты жил в Воронеже, так же, это столько же было одежды или больше? Это вот вся одежда из Воронежа, что у меня есть. Если тебе нужно вот реально срочно купить одежду какую-то, какой это магазин, где ты, вероятно? Одежда больших размеров, скорее, какая-то, то есть называется либо великан, либо одежда больших размеров, но она стоит гораздо больше, грубо говоря, условно, штаны стоят на обычного человека 3000, на меня будет все 6 стоить. Родители у меня, ну, добрые люди сами по себе, мама и папа. Отец умер 5 лет назад после рака легких. Он очень много курил. Мне было очень трудно. Я замыкался в себе, никого не слушал. Я в тот момент, когда у меня умер отец, я очень много начал набирать вес, мог как бы заедать свое горе, так сказать. С мамой я общаюсь каждый день. Мама меня очень любит. Это видно. Мама мне очень много говорит, что давай, сынок, худей и так далее. То есть она пытается, но как бы у меня не было в этом возможности. Я, ну, вот решился на такой шаг. То есть хочу очень сильно похудеть. Мне жало, наверное, то, что я жил с мамой какое-то время, ну, долгое время. И поэтому я не мог похудеть, потому что я первый был постоянно с едой близко, поэтому мне было тяжело. Были моменты в жизни, когда я сломал не один диван, просто лежа на нем. Он под моим весом ломался. Субтитры создавал DimaTorzok Раньше я ел очень много. Ел раз по пять, по семь в день. А когда лето, я мог и все восемь раз есть. Питался абсолютно всем, чем угодно. Все, что попалось под руку, то я и ел. Я очень люблю колу. То есть в этом моя еще одна большая проблема. Я столкнулся с трудностями в поездке даже на ту же работу. Все на меня смотрят. Бывает ехидно, бывает улыбаются. Не могу найти одежду. Мой, ну, как комплекция. Во-первых, у меня не достаточно одежды, у меня можно найти у вас магазин? Слушайте, я думаю, что вряд ли, да. Потому что у нас 56-й получается, последний. Это 2XL. Спасибо. Какие есть еще варианты, чтобы... Может, какой-то магазин, подскажете, где можно найти такие вот размеры? В Каньоне, честно говоря, не знаю. В масс-маркетах 56-й это предельный размер, да? Ну, в масс-маркетах я думаю, что да. То есть где-то даже 54-й, то есть это еще на размер меньше. Окей, спасибо. Конечно. Здесь я хочу начать свою новую жизнь, начать работать на работе, на любой. Без разницы, я работу не боюсь. Чем больше я буду делять время работе и себе, тем меньше я буду есть, и тем больше я буду делать. Я работал в Ашане более 5,5 лет. Работал я в ресторанах во многих от полугода до года. То есть у меня старший работа поваром около 7 лет. Хотел бы в какой-нибудь, не знаю, попасть в Гроуфуд, тот же здоровое питание, чтобы как бы не было соблазнов вернуться к жирной и нездоровой пище. Если все получится, то будет прекрасно. Очень трудно мне найти весы на себя. Ни одни из этих весов не показывают мой вес, они его дают ошибку. Ну, сам по себе я добрый, отзывчивый парень. Когда ко мне добрый относится, я всегда помогу, расскажу, если что-то знаю. То есть, ежели ко мне зло, то я стараюсь сторониться таких людей, злых. Меня не берут на работу, потому что видят мой лишний вес и думают, что я очень медленный. Медленный, неповоротливый и так далее. Но это все не так. Я каждый день развиваюсь, то есть я смотрю не только каналы Саши Жучкина и футблогеров, но смотрю также Дружжи Обломового и такие кулинарные каналы, которые могут обучить каким-то другим навыкам. Не только какие-то поварские, но я очень разноплатный молодой человек сам по себе. Любое блюдо могу тебе закрытыми плодами сделать. Да, у меня есть подруга. Она в более меньшем весе, чем я. Она у тебя там вооруженная, что ли? Нет, она здесь. На данный момент мне нужна какая-то силовая нагрузка на тело, чтобы начать худеть. И плюс правильное питание. Если фантазировать, я бы, наверное, открыл сеть своих ресторанов, которые людям с лишним весом не наносили бы вреда. Это была бы правильная пища для людей. Итак, Андрюх, первое, с чего я хочу начать, сказать тебе, что ты большой молодец. Во-первых, потому что ты не постеснялся мне написать. Второе, то, что ты не постеснялся показать свою жизнь, потому что я знаю очень много людей, которые просто нереально стесняются своего тела. Опять же, как сбросить вес? Сесть на диету, пойти в зал, я думаю, что это имеет место быть, но только после того, как ты пройдешь полное отследование. Поэтому я подумал, что мы в силах тебе помочь. Говоря слово «мы», я говорю, это я и подписчики. И поэтому я решил открыть сбор средств на твое похудание. Начиная с этого видео, я прикреплю кошелек в описании, куда вы можете скинуть какие-то свои средства, помочь Андрею побороться с лишним весом. И если мы соберем для начала 10 тысяч рублей, то в следующем видео мы с тобой пойдем и пройдем полное обследование. Потому что для того, чтобы начать худеть, нужно понять, с чем бороться. Нужно понять, что с тобой не так. Если ты не так много ешь, почему ты не сбрасываешь вес? Смотрим, какая у тебя жировая масса, смотрим, что с твоими внутренними органами. В общем, проходим полное обследование. И если ты согласен... Да, я согласен. Поэтому, друзья, я ссылочку на кошелек, на карточку оставлю в описании. Поэтому, если хотите помочь Андрею и как-то поучаствовать в жизни Андрея, скидывайте сколько хотите. Хотите 10 рублей, хотите 50 рублей, сколько угодно. Даже если подумать, что, например, тысяча человек скинет по 100 рублей, это уже приличная сумма. И если мы наберем там чуть больше, то какие-то деньги в любом случае тебе сейчас нужны, потому что ты снимаешь квартиру, ты не работаешь и тебе в любом случае нужно жить. Поэтому все деньги, которые мы соберем, потратим на твои обследования, на лечение и, в первую очередь, на то, чтобы ты нормально хоть как-то жил. Каждый, кто скинет денежку, будет участником шоу «Жизнь на прокачку». Так что не скупитесь. Давайте вместе поможем Андрею. Всем спасибо, кто смотрит это видео. И хочу пожелать, чтобы вы не стеснялись свое тело и говорили о своих проблемах. Меня зовут Александр Жучкин. Это была новая серия шоу «Жизнь на прокачку». Давайте прокачаем жизнь Андрея вместе, ребят. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»